Я ехал сюда с мыслью, что я годика-два поработаю в Сибири и потом вернусь туда, в европейскую часть. Были очень заманчивые предложения главным педиатрам Ленинградской области, главным педиатрам Псковской области. В Прибалтику приглашали, в Латвию, в Академию наук. Но, вы знаете, когда, видимо, Сибирь настолько зацепляет тебя, что тебе уже трудно представить, как же я буду вот там, когда здесь вот было так. И было хорошо, и было так, как мне нравилось, как я хотел жить. У меня родились здесь и две дочери, старшенька родилась в европейской части. И мир мне показался здесь вот несколько иной, чем вот в тех больших городах. Здесь люди как-то более открыты, здесь люди как-то более отзывчивы. И на доброту отзывчивы, и на несправедливость отзывчивы. Это то, чего вот реже встречается вот в тех мегаполисах, где люди, мне кажется, скрыты за личиной какой-то. Вот той, которой они себя подают утром, днем, вечером, в обществе, дома. А здесь не надо себя подавать. Здесь ты есть тот, кто ты есть. И тебя, ну, в общем-то, мягко говоря, если ты будешь изображать себя кем-то, значит, быстро это распознается и быстро это спеизбивается. Любимое – это когда бежишь утром с надеждой на то, что сегодня опять будет какое-то новое открытие, и вечером смотришь на часы 12 ночи, а тебе уже еще не хочется уходить из лаборатории. Поэтому вот в этом, да, любимое. Меня как-то спросили, неужели тебе так интересно копаться в этих цифрах, в статистике. Вы понимаете, вот трудно переведать, но когда я погружаюсь вот в этот мир цифр, в океане информации, буквально в смысле слова, причем каждая цифра несет в себе вот информацию о какой-то отдельной судьбе, когда родился, каким весом родился, когда ушел из этой жизни, почему ушел из этой жизни, почему он ушел раньше, чем тебя отпущено судьбой. Вот в этом, мне кажется, есть любимая работа, потому что когда тебе хочется этим заниматься, и ты даже ночью во сне иногда видишь сны математической статистики. Ну, в моем понимании, в самореализации, потому что мой учитель, профессор Рапопор Джан Жозефович, говорил так, что жизнь – это и есть реализация генетического вашего кода. И если этот код заложен благополучно, вы проживаете от начала, появившись на свет, и до того времени, которое вам отпущено. Ценность жизни, мне кажется, все-таки в том, чтобы вот самореализоваться и, ну, хоть чуточку быть полезным и для других, не только для себя, я, я, эго, а и для других. То есть вот эта формула «спешите делать добро», мне кажется, она как раз и в какой-то степени отвечает на этот вопрос, в чем смысл жизни, в чем ценность жизни. Но в то же время есть и такое «а что я вам сделал хорошего?» Есть такая вот формула, которая, в общем-то, как бы несколько вот дискредитирует, да, вот «спешите делать добро». Я думаю, делать добро надо в любом случае. Если есть возможность, не задумываясь, надо его делать. Особенно, если в этом добре кто-то нуждается. Ваша семья, дети, ваше окружение, друзья, близкие, которыми вы дорожите. Поэтому добро надо делать, и поэтому я вижу этот смысл жизни. Ценность жизни, в первую очередь. Ну, если вечная жизнь для всех, тогда да, это благо. А если это для одного человека вечная жизнь, это, вы знаете, это мучение, наверное, его в последующие, когда уходят все его близкие, знакомые, родные, все его окружение, приходят совершенно люди, не знаю, мало ему знакомые, мало ему понятные по образу жизни, по действиям. И ясно, что он как бы выпадает из этой общности, которые, ну, понимают друг друга, понимают цели и задачи, которые перед этой общностью. То вот в таком случае вечность, наверное, благо. А если нет, то это мучение. И у женщин, чаще это у пожилых старушек. Ну, что я так долго живу? Меня уже там давно ждут, а я вот все здесь, еще здесь, и никому я здесь не нужна. Да, на этом надо с уважением к этому относиться, потому что... Ну, слава богу, еще, что есть вера в то, что там она встретится со своими всеми семьями, кто ушел из жизни раньше. Я часто об этом слышал, и это где-то вот после 80-ти, где-то к 90-ти годам, я что-то здесь задержалась на этом свете. Мне, наверное, трудно говорить об этом, потому что сам я как бы не испытал такого вот одиночества, потому что даже уже в моем достаточно солидном возрасте, будучи востребованным, ну, не испытываешь этого чувства. А в то же время, на самом деле, наверное, это страшное ощущение пустоты вокруг себя. И когда ты никому не нужен, и ты, ну, мало того, что ты ограничен в какой-то степени, наверное, и в возрасте далеком, и возможностях физическими, и тебя некому поддержать. Вспомните это, да, о стакане воды, который вам некому поднести. Это, наверное, страшно. Но, к счастью, я все-таки думаю, что чудовляющее большинство не одиноки, если они имели семью и детей, правнуков, внуков, правнуков, потому что здесь уже вы как бы защищены от этого одиночества, от этого одиночества. Но не хотел бы испытать на себе вот это вот чувство. Но, к счастью, у меня трое детей, трое внуков. Хорошая, интересная работа. И поэтому судить, наверное, мне будет сложно, хотя бы просто ограничить с тем, что не хотел бы его испытать. Крепкая семья. Я рад, что есть возможность, скажем, у тех крепких семей, у детей приехать, побыть, обнять, дух вот это детство где-то ощутить вот в этих комнатах, в этих вещах, которые знакомы с детством. Много лет я приезжал домой, в Прибалтику, в отпуск, и первое ощущение всегда было, наконец, я дома. Какая дома? Дом у меня остался в Сибири, потому что я поехал. Но вот это ощущение, мне кажется, оно главное для того, чтобы быть крепкой семьей, хотя вот, ну, не сохранив любовь. Наверняка оно сохраняется, но, может быть, не в таком, может быть, пылком восприятии, как в юности, в молодости, а в уважении друг к другу обязательно, обязательно уважении. Ну и вот сохранить очаг для детей, для внуков. И они, когда видят, что хорошо в семье, и свою семью они будут строить, поэтому же, мне кажется, принципом любовь, долг, обязанности, которые возникают в семье, и уважение друг к другу, взаимное уважение. Ну, у каждого, конечно, свое восприятие счастья. Кто-то доволен и малым, и счастлив тем, что... Ну, а есть те, кто над златом чахнет, и несчастлив, несмотря на то, что сундуки наполнены всем. И нужны ли эти сундуки для полного счастья? Нет, я думаю, что нематериальная составляющая нужна для счастья. Любовь, взаимное уважение, взаимность в семье, в окружении, мне кажется, это вот элементы счастья, потому что полного счастья, наверное, нет и не может быть, потому что, ну, нельзя все, так сказать, всем обладать, чтобы быть счастливым. Но в то же время, вот, когда вы любимый, когда вы любите, когда вы уважаемый, и вы уважаете, мне кажется, в этом есть элементы счастья, которого, ну, надо беречь, чтобы она была и появлялась, и накапливалась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok